Я просто хотел спросить, Шрила Бхакти Сидданта Сарасвати Таккор, он назначал ли ритвиков при своей жизни? Нет. Правхупат дал позволение, я присутствовал при этом. Он уполномочил кого-то учеников, если возникнут желающие принять Харинам, ты должен его давать. Я присутствовал при этом случае. Также, Таккор Бхакти Винод, его формальная связь была с Бипином Бихари Госвами. Мы всегда говорим, что необходима связь подлинных с подлинным Вайшнавом, реальным Вайшнавом. Это необходимо в случае обычных людей, но когда определенные паршада нисходят, его инициация — это уже нечто формальное. В таком случае, Бхакти Винод Датакура, Шикша Гуру Парампара, формальное дикша Гуру Парампара отвергается, не принимается в расчет, она не является важной в случае паршада Бхакты. Однако, несмотря на отсутствие учителей, он дает великое множество книг, Джава Дхарму, Набадвиб Дхамму, Махатми, Чайтани Шикшауриту. И это свидетельство, доказательство того обстоятельства, факта, что он уже пришел в этот мир с богатством, принес с собой богатство. Когда Господь увидел хаотическое состояние хаоса, который царил в этом мире, Он послал его. Либо Я прихожу, говорит Кришна, либо Я посылаю своих представителей. Таким образом. Иногда, в случае Мадхавендра Пури, в случае Мадхавендра Пури, вы говорите, то, что мы находим в нем, не может быть обнаружено в школе Мадхавендра Пури. Да, да. Вы сказали, Крипа Ситха, это относится к нему? Да, да, Крипа Ситха. Вчера вы говорили о Кавирадже Госвами. Вы сказали, что Кавирадж Госвами говорит о Вриндаванда Ситакуре, как о Вьяси Чайтанья Лиле. И в этом разделе Чайтанья Чайтанья Лиле, он напоминает, он говорит, в будущем Вьяс явится вновь, чтобы описать Чайтанья Лиле. Как нам следует понимать это утверждение? Вьяс это нечто вроде титула. Любой, кто открывает, а раскрывает смысл ледических писаний, разъясняет их. Известен как Вьяс. Самаса и Вьяса. Приводить в гармонию, разъяснять истину. Это Самаса. Самаса — это объединение множества в единое целое. А Вьяса — это расширение, когда целое расчленяется, разветвляется. Ведическая истина — истина Откровения, когда она представляется таким образом, что становится доступной и понятной для многих. Смысл Веды извлекается, расширяется и раздается многим. Это Вьяса, функция Вьяса. Существует множество Вьяс. Этот Вьяса известен как Кришна Двайпаяна Вьяса. От него мы получили Бхаганата, Махабхарата и другие произведения. Это один из особых Вьяс. Его звали Кришна Двайпаяна Вьяса. Но до него были другие Вьясы. Любой, кто раскрывает смысл Веды, известен как Вьяса. Расширение, распространение. Вриндаванда Астхакур признан в качестве первого Вьяса Чайтанья Ливы. И в будущем, возможно, придут многие другие Вьясы, которые представят детально, представят Лилу и учения Шри Чайтанья Два. Многие Вьясы придут и представят, рассказывая людям о Чайтанья Две. Смысл таков. Вьяса не один, но Вьяса — это скорее титул. Тот, кто разъясняет, раскрывает внутренний смысл Веды, известен как Вьяса. Вы живой представитель Вьясы, Дева. Вьяси. Поскольку Вы извлекаете смысл из глубины, открываете его. Рассказано в Бхагаватам. Суть извлечена и данная масса. Таков смысл Веды. Не может быть иначе. Подобно тому, как я всегда пытаюсь извлечь суть Гайдри, Брама Гайдри. Каким образом Брама Гайдри восходит к сладостному звуку Флейте Кришны. Низшая концепция Гайдри — это Брама Гайдри. Высшая, высочайшая, Вамши, Ват. Звук Флейте Кришны — одно и то же, одно явление. Религия подразумевает гармоничное заключение об истине. Звук Флейте помогает преданным занять позицию, позволяющую должным образом выполнять их конкретный долг, обязанности. Он привлекает Гопи и дает им наставление. «Приходите сюда или приходите туда». Также Яшоди дает указания и многим другим. Звук Флейте дает преданным знать о том, когда он придет, что он хочет есть и так далее. Вамши, звук Флейте, дает руководство, направление, помогает каждому совершать свое конкретное служение, этот звук. А Гайдри, в начале Брама Гайдри, выводящая нас за пределы этого материального мира, в мир сознания, Брамху, первая стадия Брамха Гайдри, звук, который задействует нас в Брамхе, всеобъемлющем, в начале от концепции ископаемого к концепции сознания, от объективного к субъективному. Брамха Гайдри – первый шаг от объективного сознания к субъективному сознанию. Затем происходит дальнейшее развитие в рамках субъективного мира. Там присутствует иерархия. Гуру Гайдри, Гаур Гайдри, Камма Гайдри. Таким образом, Гайдри развивается, смысл Гайдри и подводит нас, приводит к концепции Бхагаватам. Киртан Махапрабху – это также Гайдри. Когда воспевается Святое Имя Кришны, мы обретаем освобождение. Ганна Трайате – песня, песня, которая помогает нам самоопределиться. Особождение, спасение. Спасение в негативном смысле и самоопределение, занятие правильной позиции в позитивном смысле. Мукти-хитта унятха-рупанк-сарупе-накбабастетти. Что есть мукти, что есть спасение, подлинное спасение. Кульминацией этого подлинного спасения является самоопределение, позитивная сторона. А на негативной стороне мы уходим от концепции объективного мира. Гайдри – песня, помогающая нам отвергнуть объективное сознание и обратиться к субъективному сознанию, а затем глубоко погрузиться в субъективный мир после самоопределения. Киртан Махапрабу также помогает нам самоопределиться. И флейта Кришны, Ее природа такова, помогает нам с самоопределением, с правильной позицией, с выполнением конкретного служения, руководитель. Та же самая линия в Гайдри, вплоть до Кама Гайдри, Гор Гайдри, таким образом, выше, пик, занимает высочайшее положение. И когда уже есть самоопределение, то каждодневная программа такова, «иди туда, ступай туда, выполняй то-то и то-то». И эту функцию выполняет флейта Кришны, также дает указания. Это Гайдри, Кама Гайдри, одно и то же гармония, одно и то же явление, Адвайагьян, неделимый Абсолют, от поверхности к наиболее глубокому сокровенному бытию. Дом, с чужбины домой, возвращение и домашний долг также направляется, регулируется звуком флейты Кришны. Махарадж, позвольте спросить о Го Пудже. Оно указано в календаре. Вриндаван, Вайкунха — это сверхсубъективный мир, и все реалии должны быть объектом поклонения и почитания. Го во Вриндаване. В целом, обычно считаются, считаются Шрути, Шанта раса, и в качестве Го пребывают там. И особенно Кришна поддерживает, кормит, заботится об их росте, о росте коров, заботится о них. И не только это. Го является источниками пищи Кришны. Его любимая пища, еда, приходит от Го. Мы почитаем их, преклоняемся перед ними, перед всем, особенно перед Го. Такого рода служения они совершают, обеспечивают Кришну пищей. Го. Его любимая диета, блюдо. Молоко, Чана и все остальное. А почему поклоняются Бали, Дэйти, Раджу? Каждое воплощение Бога является объектом поклонения в той или иной форме. Вайшнава? Вайшнава также бывают разные категории, разных уровней. Мы должны почитать всех, всех и каждого, особенно, с особым почтением мы относимся к Пириндавану. А Бали, Дэйти, Радж, почему ему следует поклоняться? Бали, Дэйти, Радж, когда пришел Бали, Дэйти, Радж предался ему, игнорируя советы своего гуру. Это очень важный момент, и мы должны уважать его за это. Скорее всего, сегодня, это Пуджа сегодня, Бали, Дэйти, Радж, Пуджа. Бали, Дэйти, Радж предался вам, он, в этот день, сегодня. Таким образом, ему следует в целом оказывать почтение. Мы должны поклоняться ему. Это явление не связано с Пириндаван-лилой, Говарданой. Это отдельное явление. Оно произошло сегодня. Ари-Кришна, Ари-Кришна. Ари-Кришна. Махараш, иногда вы говорили, что в свои последние дни Шрила Прасвати Такур хотел построить хижину на Говардане. Просил своих учеников построить хижину на Говардане и хотел провести там свои последние дни. И это мотив всей его жизни проповеди был Пуджала Рагапата Гаураба Бханге. Он сам вел себя таким образом и учил нас, не думайте, что вы достигли этой стадии раги. Всегда пытайтесь занимать низшее положение, почитать стадию раги, уровень раги. Не думайте, что достигли той стадии. Если вы будете думать, что обрели положение в том высшем измерении, тогда вы упустите его. Всякий раз, когда вы делаете субъективное явление объектом вашего опыта, оно будет уходить. Высший субъект будет исчезать. Если вы хотите сделать этот опыт постоянным, тогда всегда держите его на почтительном расстоянии. Измерение нашего высшего служения – это Радха-кунда. Это наша цель. Наша цель – мишень. Слуги высшего типа служат там. Высшее качество служения можно найти на Радха-кунде. Нас интересует только оно, только это. Но если мы будем считать, что мы находимся там, то мы не сумеем сохранить там положение. Стратегия такова, если мы считаем, что находимся в низшем положении, а это высшее измерение над нашими головами, тогда мы можем сохранять безопасное наше положение, позицию, поддерживать. Радха-кунда, считал он, занимает высочайшее положение в нашем служении и все наши владыки, учителя присутствуют там, такое измерение. Мы, находясь ступенью ниже, будем служить им. Тогда наше положение служения может быть постоянным. Рядом нам необходимо место, и это место – Говардхан. Следующая, более низкая ступень, идущая за Радхакунду, это Говардхан. Мы будем жить там, и с того места будем ходить на Радхакунду, и будем служить нашим гуру. Такова стратегия оставаться в связи с высочайшим измерением служения Кришне. ПУДЖАЛА РАГАПАТА ГАУРАВА БХАНГЕ ПУДЖАЛА РАГАПАТА ГАУРАВА БХАНГЕ Он хотел учить нас таким образом. Он приказал, дал указание построить хижину на Говардхане. Я сказал, он будет жить там, и я не достоин жить на Радхакунде. Мой гуру, Горкишар Бабаджи, Бхактивинутта Акуры, другие, они достойны, квалифицированы жить там, мы будем служить им на Радхакунде, и возвращаться на Говардхан, чтобы сохранить субъективное положение в субъективном мире. Такая тактика. В противном случае, если мы думаем, что находимся в высшей области, то она уйдет, исчезнет, уйдет от нас. Только находясь немного внизу, на более низком уровне, почтительным взором мы можем видеть эти реалии. А если же мы думаем, что уже находимся там, на вершине, то мы нигде. На почтительном расстоянии мы можем увидеть это нечто, это явление. это специфический принцип, особый, особенный принцип. Если мы смотрим прямо, пристально, то мы теряем видение. Оно уходит от нас. Если мы смотрим, пытаемся смотреть через некий экран или из некоего укрытия, тогда мы можем что-то увидеть. специфическое положение, видение, восприятие, контакт с явлением высшего порядка. если мы захотим контактировать с этим явлением прямо, непосредственно, оно уйдет, уйдет от нас. Оно станет недоступным нашему восприятию. Шпионаж. Посредством шпионажа можно узнать что-то о происходящем на вражеской земле, но не прямо, не непосредственно. Невозможно прийти и установить прямую связь, но шпион, лазутчик, агент может шпионаж. Если вы захотите узнать непосредственно, невозможно. Нечто в этом роде стать шпионом. В укрытии за экраном, находясь за навесом, можно увидеть, обрести некое впечатление получить впечатление, но не прямо. Ари Гришна, Ари Гришне, Ари Гришне, Ари Гришне. Это вечное положение дживы-шакти, природа земли такая. Кришна тоже играет так, как вор, подобно вору. Игра носит такой специфический характер. И там, таким образом, вышеописанным, мы можем обрести опыт высшего порядка. антологическая истина. Истинка, Словно бы случайно, антологическая истина приходит к нам. Он абсолютно самодержец, он независим. Всякий раз, когда по прихоти своей он устанавливает со мной связь, тогда я могу получить доступ. Это никогда не моя прерогатива. Он никогда не будет объектом под властью моему контролю. Но высочайшее положение преданные придумали, изобрели средство установления тесной связи с ним. Такое средство. Поскольку по природе своей это не то явление, которое может быть под властно моему контролю. Оно всегда выше меня. Поэтому мы можем благодаря этой системе соприкоснуться с высшим началом, высшим явлением. В лиле Радви, Говинда, Рада всегда Бама. Кришна просит ее сделать что-то, а она отвечает отказом. Нет, я не хочу. И это настроение принимается в качестве высочайшего настроения негативной стороны. Что бы он не захотел, отрицать. отрицание это бама, бхава. Радхарани полна такой природы. И это настроение усиливает желание Кришны. все извилистая. Все извилистая, идет извилистыми путями. Извилистая. И это путь рекомендованным для того, чтобы они могли установить связь с высочайшим. это удивительное изобретение. Это удивительное изобретение. Чудесное. Прямое взаимодействие лицом к лицу отсутствует там. Все воровски, украдкой. Все воровским образом. Черный рынок. Выше области, в области самодержавия. Это сплошной черный рынок. Апракрита. Апракрита. Нечто похожее на низшую концепцию вещей, но высочайшая реальность. Самодержавие. Абсолютная монархия. Самодержавие считается низшим явлением в нашей нынешней жизни, но самодержавие присутствует там. Таким образом, Апракрита, высочайшая область трансцендентного мира, способная привести в гармонию все, в том числе то, что считается низшего типа, в этом красота, ее красота. То, что нежелательно, то, что низменно, отвратительно, дурно, скверно, приводится в гармонию таким образом, что это нежелательные элементы занимают высочайшее положение. сила гармонии такова там. Его специфическое положение таково там. Низшее оказывается высшим благодаря волшебному прикосновению, поскольку он там. Грязь, не грязь, чистейшая, благодаря его магическому, волшебному прикосновению. Сознание Кришны. Сознание Кришны. Прикосновение Кришны. Красота высшего порядка. Подобно философскому камню, который превращает не только серебро в золото, но железо, медь и все, что угодно. Ниши и металлы превращают в золото так же. Философский камень настолько могущественен. Низший тип, наша концепция низшего типа занимает высочайшее положение благодаря волшебному чудесному прикосновению этой удивительной субстанции. И эта субстанция есть Кришна. Он Кришна. Все грязные вещи, соприкасаясь с ним, приводятся в гармонию таким образом, что занимают высочайшее положение. Высочайший центр настолько удивительный и могущественен. Дхазгоссвами говорит, если ты не согласен принимать это как истину, тогда ты будешь скинут фаравьом. Отправляйся и живи там, где царят обычные законы и законопослушные отношения. Иди и отправляйся туда, где царит справедливость, на Вайкунху. Здесь все просто. Никаких расчетов. Но дипломатические, высшая степень дипломатии, даже Брама, Махадев, они все изумляются, ошеломлены. Брама сказал, признался, как я мог знать, что мальчик-пастух с рожком в обществе друзей, которые гуляют по земле, по пыли, по тропинкам в обществе друзей, как я мог знать, что он верховный, верховное существо. Брама сказал, я знаком с Нарайной. Иногда, когда возникают трудности, я обращаюсь к нему и получаю от него наставление и следую ему. но я не соприкасался никогда с верховной силой такой природы, мальчиком-пастухом, который ест с одной тарелки со своими друзьями и носит атрибуты пастуха. И он верховное существо. как я мог знать, что ты выше моего отца Нарайной. С Нарайной все понятно, мы знаем его, но вот такого рода дипломатия, с которой я столкнулся в твоем лице, это нечто неслыханное. И это высочайшая область, высочайшее измерение. Нас не следует винить за это. Чудесный, чудесный, зашифрованный, скрытый. Шрила Гуру Махар цитирует стихии, английского поэта. Может быть, неведомая область, где присутствует неслыханное богатство и сладость, невиданное, неслыханное для нас. В этом стихотворении речь идет о неких богатствах, скрытых в горных пещерах и сокровищах на морском дне. на морском дне. Отыскать Владыку, увидеть, что Высочайший Владыка – вор. Это нечто специфическое, Владыка всего – вор. Тот, кто обладает всем, он приходит как в образе распутника, все принадлежит ему, но он играет роль распутника. Все это чудесно. Он вор, все принадлежит ему, а он ведет себя как вор, как один из нас. Специфическое измерение – все равны, все равны и даже выше его – отец, мать, мать порет, отец порет, мать порет, а Господь плачет. Специфическая лила, особая лила, игра, бхакти, чистая преданность. Где бхакти? Каковы симптомы чистой преданности? Где авторитет, Высочайший авторитет покорен своему услуге, и это преданность. Преданность находится там, прибывает там, где Владыка, господин, покорен своему слуге, подчиняется своему услуге. Специфическая сила преданности может быть найдена там, бхакта-парадхина. Высочайший не исходит, чтобы служить своему слуге, преданному. Такова уникальная, особая, специфическая сила преданности. Преданность подразумевает это, высочайшее достижение преданности таково, контроль над Верховным Господом. И сила преданности превращает его в преданного. Владыка покоряется, предается слуге. Такое явление присутствует там. Безграничное находится в распоряжении ограниченного существа. Безграничное находится в распоряжении ограниченного начала. Мыслим мы это, и это делается воровски, различными хитростями, уловками. Поэтому ограниченное обретает Верховное немыслимое положение. Когда безграничное начинает служить Ему, служит Ему, славное, полность славы, немыслимое положение может обрести ограниченное существо, немыслимое. Когда безграничное находится в распоряжении во власти ограниченного существа. Что это? Невозможное. Невозможное, но это невозможное становится возможным благодаря преданности любви. Любовь настолько могущественна, немыслимо могущественна. Невозможное. Безграничное покоряется ограниченному. Что это такое? Что это? Немыслимое, немыслимое положение, которое может быть достигнуто благодаря любви, любви. Насколько ценной, драгоценной является любовь, каким сокровищем. И чтобы обрести каплю этого явления, на какую жертву мы должны пойти. Нет больше жертвы. Если обрести каплю этой любви, божественной любви, то никакой жертвы недостаточно. Умереть, чтобы жить. Смерть, безраздельная смерть ради жизни. Самое невозможное из всего самого невозможного. И Махапрабху пришел, чтобы дать это. Насколько великодушен он. Он сам находится в этом положении. Он пришел, умоляя от двери к двери, ходя от двери к двери, распространяя, давая свое имя. В качестве вербовщика он пришел, проповедника, от двери к двери. Безграничное будет рабом ограниченного существа. Самое невозможное из всего самого невозможного. Возможно это? Кто это? Рас Ачарья. Немыслимое из всего самого невозможного. Я закончу это. Субтитры создавал DimaTorzok